Начиная последнюю оперативку 2023 года Хабиров отметил, что в уходящем году это 47-е открытое совещание правительства Республики Башкортостан и глава региона в восторге от того, как открыто, смело его команда рассказывает нам о том, как она работает и каким целям и задачам она стремится. Ну, собственно, присоединяюсь, конечно, к словам главы, потому что действительно, если бы не эти регулярные представления, мы бы с трудом, наверное, складывали бы себе полную картину о направлениях и степени деградации управления регионом, хотя, наверное, могли бы поискать и другие признаки. Далее Хабиров, обозревая события прошлой недели, упомянул, что вынужден был поздравить с профессиональным праздником сотрудников Федеральной службы безопасности и даже с удивлением обнаружил, какой большой объем работы они выполнили в Республике Башкортостан. Ну, по крайней мере, так и заявил Радий Фаритович. Тут, конечно, глава региона явно кривит душой. Работа ФСБ по Республике Башкортостан была у него перед глазами весь год. Практически все громкие аресты, задержания, возбуждения уголовных дел не обходились без участия прямого или косвенного Федеральной службы безопасности, и не знать об этом дорогой Радий Фаритович, конечно же, не мог. Отдельно Хабиров остановился на торжественном открытии реконструированного за 1 миллиард и 300 миллионов рублей кукольного театра. Радий Фаритович рассказал о том, какую гордость он испытывает в связи с тем, что хоть что-то удалось сделать из числа объектов, предназначенных для юбилея города Уфы. Амина Шафикова, в свою очередь, не упустила возможности польстить главе региона и заявила, что только гениальная идея Хабирова водрузить некий интерактивный шар на фасад здания кукольного театра спасла этот унылый проект. Правда, не обошлось, конечно, и без ложки дегтя. Как обычно, Хабирова подвел Ратмир Мавлиев, который не успел открыть к 23 декабря некую аллею миниатюр, ну и еще какую-то там спортивную площадку тоже не сделал. Хабиров раздраженно потребовал скорейшего завершения оформления проекта, но не понял еще, дорогой Радий Фаритович, что отпрыску его друга-товарища Мавлиева-старшего значительно интереснее вставлять и вкручивать повсюду свои нефтекамские лампочки, ну или хотя бы плавить лед за деньги, а вовсе не исполнять пожелания главы региона. Предваряя доклад генерального директора телерадиокомпании Башкортостана Рустама Зарафуддинова, Хабиров отметил, что БСТ показала в 2023 году ошеломляющий результат. Ну, чем же таким действительно ошеломил Зарафуддинов Хабирова, доложил сам генеральный директор ТРК Башкортостана. Рустам Зарафуддинов поведал нам о том, что БСТ, оказывается, занимает первое место по аудитории среди региональных каналов Российской Федерации. Зарафуддинов предсказуемо попытался доказать, что телевидение в современном мире значительно важнее и востребованнее, чем интернет, но получилось у него так себе. Суточный охват телевидения составляет сейчас 64%, а вот суточный охват интернета – 81%. И это, кстати говоря, по словам самого же Зарафуддинова. Генеральный директор БСТ также заявил, что средний россиянин проводит у экрана телевизора аж 3 часа и 39 минут в сутки. Ну, реально тут я, конечно, сомневаюсь вот в этих данных, и очевидно, что взяты они с потолка или, ну, просто-напросто придуманы. Зарафуддинов утверждал, что аудитория БСТ составляет на данный момент аж 9,3%, то есть примерно 370 тысяч человек в Республике Башкортостан и окрестностях. Ну, учитывая тот факт, что только государственных денег ТРК Башкортостан поглощает до 2 миллиардов рублей в год, это весьма скромный результат. Ну, например, наш неприметный канал «Открытая политика», не получая ни копейки из казны, имеет до 160 тысяч уникальных посетителей в месяц. Ну, а это всего лишь в 2,5 раза меньше того ошеломительного результата, о котором говорит господин Зарафуддинов. Ну, даже если на самом деле верить его словам, потому что российские телекомпании и всевозможные подсчитывающие организации типа «Медиазоны», «Медиахолдинги» и так далее, и так далее, все эти компании, конечно, отчаянно привирают традиционно из года в год. В реальности, конечно, региональное телевидение умирает. И что бы там ни делал, как бы ни пыжился Зарафуддинов, как бы ни защищал свои 2 миллиарда в год, на самом деле, конечно, это архаичный источник информации уходит в прошлое. БСТ из последних сил держится на национальном эфире, БСТ держится на тех районах, отдаленных районах Башкирии, где ничего не ловит, кроме одного единственного канала. Так что, ну, конечно, можно с печалью и грустью провожать башкирское телевидение в прошлое, но, с другой стороны, конечно, вот это бессовестное поглощение государственных денег. Каждый год БСТ пожирает одну очень большую современную школу или три детских сада, а толку от них, ну, прямо скажем, чуть-чуть. Текущее положение с ЖКХ на дорогах ЕЧС, как обычно, обсудили мельком. Ирина Голованова сообщила, что крупных аварий было по ее подсчетам только 4. Да, действительно, Голованова признала, что в Белорецке вообще беда, за трое суток трижды рвались трубы в одном и том же месте, и без тепла люди сидели до 28 часов суммарно. В Уфе 37 аварий в 136 многоквартирных домах. Но Голованова не считает это чем-то из ряда вон выходящим. Очевидно, что Ирина Голованова намеренно замалчивает истинные масштабы аварийности систем ЖКХ в республике и в столице. Вот, например, в ноябре еще рванула какая-то труба в районе парка Гафури на улице Блюхера. Обещали отремонтировать ее за сутки. Прошло больше месяца. Движение по Блюхера перекрыто на определенном участке. Машины едут в объезд через проспект, тем самым перегружая без того загруженную центральную артерию столицы. Воз, как говорится, и ныне там. Там яма наполнилась снегом. И вот ничего не происходит. Ну и Голованова при этом помалкивает. Александр Калибанов всеми правдами и, скорее всего, неправдами, выполнил поручение Хабирова о снижении смертности в ДТП на дорогах республики Башкортостан. В 2023 году, на 25 декабря, в РБ погибло 374 человека. Что на 27 человек меньше, чем за тот же период в 2022 году. Ну, как говорится, это все еще нужно проверять, потому что и Калибанов тоже стал помалкивать о всевозможных громких событиях. Он так и не доложил главе региона об аварии со школьниками, которая случилась в Уфимском районе. Да и новостные ленты и телеграм-каналы регулярно приносят нам жуткие аварии со смертельным исходом, о котором, судя по всему, Калибанов не собирается рассказывать на оперативках. А вот потом случился доклад Азамата Абдрахманова, ну, того самого Куштауского матершинника. Доклад на тему результатов оценки эффективности деятельности муниципалитетов республики Башкортостан. Ну, вот смог выговорить товарищу подобный заголовок. И это был тот самый случай, когда человек, не понимающий сути вопроса, невольно обнажил реальное положение дел, хотя вовсе делать этого и не собирался. Начал Абдрахманов с того, что федеральная методика оценки эффективности работы муниципалитетов содержит 11 критериев. И только по трем критериям из 11 Башкортостан преуспел. И дальше он перечислил эти три критерия. Внимание! Башкортостан успешен по доле населения, регулярно занимающегося спортом. Ну, согласитесь, тут, конечно, реально посчитать не представляется возможным. Пиши сколько хочешь и преуспеешь. А еще у нас успехи по объемам инвестиций в основной капитал. Ну, звучит это, конечно, внушительно, но любой бухгалтер вам на раз-два откроет секрет того, как добиться этого показателя почти бесплатно. И самый главный успех, третий, внимание, Башкортостан успешен по доле протяженности автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям. Ну, вы спросите, какой же это показатель успешности муниципалитета? То есть, чем больше разбитых дорог, тем лучше. На самом деле все просто. Господин Абдрахманов потерял в отчете частицу «не». И у него плачевное состояние муниципальных дорог превратилось в достижение. Ну, так бывает, когда напрочь не понимаешь то, что написано другим, и ты просто читаешь это по бумажке. А вот оставшиеся восемь критериев в Башкортостане провалены. Ну, по сути, получается, что девять. И критерии эти значительно важнее, чем доля вовлеченных в спортивную деятельность. Число субъектов малого-среднего предпринимательства на 10 тысяч жителей провалено. Доля доходов местного бюджета за счет собственных поступлений провалено. Количество детей до 6 лет, посещающих детские сады, крайне низкое. Количество детей до 18 лет, посещающих учреждения дополнительного образования, тоже ниже, чем в остальных регионах России. Средний ввод жилья на душу населения, несмотря на все эти воровурные отчеты о миллионах квадратных метров, тоже меньше, чем у других. Доля населения, улучшивших жилищные условия, закономерно, тоже очень низкая. Удовлетворенность деятельностью местных властей, совершенно закономерно, ниже среднего. И доля земель, являющихся предметом налогообложения. Вот все эти параметры в Башкирии провалены. То есть, по сути, 9 из 11 параметров не выполнены. Лучшим городом республики Башкортостан, по этим 11 федеральным критериям, Абдрахманов назвал город Октябрьский. А лучшим районом с районным центром, ну, конечно же, назвал и Шамбайский район. Ну, какой еще может быть лучшим, если не район, где родился дорогой Радифаритович, и где долгие годы трудился сам Абдрахманов. Среди сельских районов лучшим назван Абзелиловский район, и это без комментариев. По сути, приведя вот этот вот анализ на основе 11 федеральных критериев, а именно тотальное неисполнение во сне важнейших параметров из 11, Абдрахманов доложил о системном провале работы команды Х за 5 лет. Забавно то, что сам Абдрахманов, похоже, этого так и не понял. Ну, так бывает, повторюсь, когда наберешь команду верных, а спрашивают с них как с умных. Доклад Геннадия Разумикина был последним докладом 2023 года на оперативках и стал образцом оптимизма и непричастности правительства и, собственно, самого Разумикина к успехам коммерческих структур, зарабатывающих деньги на Ниве сотовой связи. Разумикин гордо заявил, что сотовые операторы охватили своими платными услугами 92% жителей Башкортостана, что мобильный интернет-трафик в 2023 году вырос на 12%, а стоимость услуг выросла только на 3,1%. Сотовые сети региона загружены только на 50% и им не страшны никакие санкции. Ну, собственно, на этой мажорной ноте правительство Республики Башкортостан разошлось скромно праздновать приход 2024 года. А мы с вами еще увидимся в ближайшую субботу и попробуем, ну, хоть как-то поверхностно хотя бы на скорую руку подытожить 2023 год, понять, что в нем произошло и предположить, что мы можем ожидать от 2024 года. Что-то мне подсказывает, что 2024 год будет не менее интересным, чем 2023 и принесет нам много сюрпризов. Так что не прощаемся и не расходимся. Редактор субтитров А.Семкин